Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, что себе позволяют торгоиды, потому что то, что сейчас происходит, не особо очень прикольно. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Секундочку, вы говорили, чтобы я сделал себе бусти, чтобы вы могли, так сказать, поддержать меня. Пожалуйста, в описании под видео ссылочка на бусти имеется, если вам это неудобно, то ссылочка на обычные, привычные для вас донаты. Если вы не хотите, то это не обязательно. А мы возвращаемся к теме видео. Так вот, насколько вы знаете, торгоиды в системе HIP-224-60 каким-то волшебным образом переделали протоусвейв, вот эта вот волна зеленая прошла по системе, все вырубилось и прочее, но это не все. Торгоиды сейчас просто главенствуют в этой системе. Если вы туда прилетаете на корабле, скажем, с каким-либо вооружением стражей, силовой стражей, чем-либо, что связанное со стражами в плане технологий, эти модули просто-напросто будут у вас сломаться, даже если вы летите в гиперкуризе, даже если вы просто летите в обычном космосе. И со временем, довольно быстро, они просто сдохнут, и все. И вырубятся. Плюс, если в этой системе вы просто-напросто выйдете из гиперкуриза в обычный космос, на планете, в каком-то сигнале, просто в космосе, да где угодно, через 30 секунд прилетит торгоид-перехватчик, еще через 30 секунд еще один, и так далее. И даже если вы садитесь на ТРП, с корабля, если вы успеете это сделать, а я успевал на стримах, по вам будут стрелять торгоиды, но не перехватчики, а уже разведчики. Можно, конечно, где-то спрятаться под каким-нибудь зданием, может быть и спасет. Если вы идите пешком, то все будет в порядке. Но, прикол в чем? В остальном космосе торгоиды ведут себя нормально. То есть в соседних системах, там, в Майе, да, в Плеядах и так далее, такого нету. Но, но. Насколько вы знаете, когда торгоиды вас перехватывают, что они делают? Правильно, сканируют. И вот если у вас будет что-то связано со стражами, либо с торгоидами в грузовом стеллаже, торгоиды просканируют вас, откроют по вам огонь. Так вот, теперь, друзья, немножечко не так. Они сразу будут по вам стрелять. По крайней мере, это все находится рядом с HIP-224-60, там 30-40 световых лет, может быть больше. На стриме проверял, торгует меня. Перехватил и сразу начал по мне стрелять. И рой, конечно же, тоже он выпустил. Это было очень неприятно. А теперь давайте перейдем в Галнет. Там есть новость касательно этого дела. Галнет. Растущие опасения об экскалации конфликта с торгоидами. Предупреждение Федерации Пилотов. Корабли, проходящие вблизи системы HIP-224-60, сообщали о случаях перехвата на расстояниях, все более удаленных от контролируемых торгоидами систем. Сходные сообщения поступали от пилота в системе такой-то-такой-то Аурегае, 1490, Синуев, SAC, ну вы поняли, и ряде других систем. Количество кораблей, которые выдергивают из гиперпространства, а в некоторых случаях и тех, которых сразу же подвергаются атаке. Значительно выросло. Адмирал Макстон Прайс сделал следующее заявление от лица Федерального флота. Наш предварительный анализ предполагал, что после уничтожения протоусвоев торгоиды начнут действовать из-за предела ремня HIP-224-60. К несчастью, эти гипотезы подтвердились. Новые данные свидетельствуют, что они планируют расширить свое присутствие в секторе, используя эту систему в качестве базы. То есть HIP-224-60 теперь опорная база торгоидов. И торгоиды начинают адово борзеть. И судя по всему, если и вторжение торгов будет новое, оно будет идти оттуда. Ладно, идем дальше. Прежде перехваты не всегда заканчивались вооруженным конфликтом. Однако недавние прямые атаки доказывают, что агрессия торгоидов по отношению к людям вышла на новый уровень. Гражданские корабли должны соблюдать крайнюю осторожность при полетах в регионах Плеядос. Ну, Плеяд. Другую точку зрения высказал профессор Альба Тессера. То, что нам кажется вооруженной экспансией, в наш сектор может быть попыткой вернуть себе прежние территории. В туманности Плеяды давно наблюдались существенная активность торгоидов. И на многих планетах обнаруживались скопления наростов, где корабли торгоидов собирали метасплавы. Логичным будет предположить, что сейчас они пустят приведенные в ХИП-22460 войска на то, чтобы вернуть себе главенство над регионом. Увидим, что будет в ближайшее время, но, как вы знаете, оружие стражей в ХИП-22460 как бы не работает. В других системах все с вооружением, модулями, технологиями стражей будет в порядке. Так что, в принципе, если торгоиды вдруг попрут, и будет цель сообщества против торгов, чтобы оборонять, скажем, систему Майя, либо другую систему в Плеядах, будет все нормально. Но все же, друзья, интересно, что будет дальше. Вы не забывайте про то, что у нас появились типа гибридные технологии стражей торгоидов в виде неопознанной реликвии. Не забывайте то, что Рэмта и профессор Палин, Палин у нас специалист по торгоидам в плане исследований Рэмта, в плане стражей. И сейчас они исследуют данную технологию, и они объединили свои усилия для этого дела. Так что, что-то интересное будет в ближайшее время. Но, как всегда, мы сами себе это надумываем, ничего прям конкретного и точного не говорили ни в Галнете, ни сами Фронтиры. В общем, поживем, увидим. И пишите то, что вы думаете касательно развития данных событий. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, и все это прекрасно. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по элиточке, где уже свыше восьми сотен видео по этой игре для вас отснял, дорогие мои. Со временем, конечно, видосов будет больше, как что новый выходит. Сразу я прибегаю, приношу вам видосик, вы его смотрите, ставите лайкосик и все остальное. Также будут ссылочки и на плейлисты по этой игре в размере 20-25 штук. Это, получается, и обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист по лору и сюжету в Elite Dangerous. Также будут ссылочки на социальные сети, почему бы и нет, такие, как Троба, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. И если хотите поддержать меня, канал и контент, который выходит на данном канале, ссылочка на Boosty, пожалуйста, с платной подпиской. И если вам это неудобно, ссылочка на обычные, привычные для вас донаты. Но это, мои друзья, исключительно по желанию. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Уебиси с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.